Здравствуйте! Сегодня речь о литературе, поэзии и жизни. Знакомьтесь, Василий Николаевич Матонин родился в Архангельске в 1957 году, окончил историко-филологический факультет Архангельского педагогического института. В разные годы работал почтальоном, корреспондентом, пожарным, актером, дворником, учителем, даже заведующий подростковым клубом. Сейчас Василий Николаевич Матонин доцентр кафедры культурологии и религиоведения Института социальных, гуманитарных и политических наук САФУ. Редактор историко-литературного альманаха Соловецкое море. Месяц назад стал во главе Архангельского отделения Союза писателей России. Ну, достойная карьера. Но, на мой взгляд, это понятие совсем не подходит к личности Василия Матонина, поэта, писателя, философа. Сегодня Василий Николаевич в гостях у программы «Такие дела». Здравствуйте, Василий Николаевич. Здравствуйте. По-моему, мы знакомы больше 20 лет, поэтому я, разрешите, буду называть вас по имени. Разрешаю. Разрешайте. Вот я, кстати, о карьере. Почему согласились возглавить региональное отделение Союза писателей? По-моему, второй раз уже предлагали, да? И второй раз согласился. Уломали. Вы думаете, что это честь? Думаю, да. А я думаю, что это участь. Я и второй раз отказывался от этого предложения, потому что, ежели стакан наполнен и в него что-либо еще наливать, то все, что туда наливаешь, прольется не туда, куда следовало. Но, тем не менее, я согласился. То есть аргумент был того, что нет времени? Нехватка времени? Я думаю, что время все-таки внутри нас. Понимаете? Конечно, нехватка времени. Конечно. Но я все-таки предполагаю заниматься тем, что делал всегда. Заниматься тем, чем занимался. У меня уже нет времени, знаете, на что? На то, чтобы заниматься делами нужными. Дела остаются только необходимыми. Необходимые. Понимаете? Очень важно дифференцировать нужные и необходимые. И мне кажется, что если никуда не спешить, но последовательно вводить в ткань жизни какие-то дела, которые имеют для тебя действительно большое значение, то ты тогда и можешь что-то реализовать на том или ином поприще. Я взялся за это бесперспективное дело, за руководство писательской организации, потому что у меня не было другого выхода. То есть этот пост, этот, как сказали, не почет, а участь. Участь, хорошо. Вот эта участь, это дело необходимое. Я надеюсь, что да. Если я пойму, что это дело не необходимо, то я им просто... Необходимо кому? Себе лично, прежде всего? Да. Все то, что мы делаем, должно быть необходимо нам лично. И ежели это происходит, тогда открывается неисчерпаемый ресурс времени. Я, может быть, неправильно говорю, не совсем внятно и не совсем четко, но время внутри нас. Мне кажется, извините, пожалуйста, мне кажется, что это очень хорошо на Соловках чувствуешь, да? Где 12 лет жизни отдано. Там, где течет неспешно это время. Да, это был важный, значимый для меня период жизни, как, впрочем, и всякий другой. Но Соловки стали местом самопознания и местом, где пришло понимание, что такое север, что такое северное крестьянство. Дело в том, что вся история нашей страны, история севера, история русской культуры так или иначе проходит через Соловки. И всякий раз, когда в стране начинаются какие-либо смуты, на горизонте нашим возрастают Соловки. Либо как место спасения, либо как лагерь. Хорошо, а сегодняшнее положение Соловков, они сегодня другие? Что они сегодня представляют, на ваш взгляд? Я думаю, что есть некая Соловецкая идея, которая соотносится с идеей русского севера. И она может лишь модифицироваться, принимать некие очертания. Я определяю эту идею, как идею инобытийности. То есть, идея перехода, обретения нового качества, в духовном смысле преображения. И идея, принимающая форму различной идеологии, имеющей маргинальный смысл, некий оппозиционный смысл. Потому что север осваивался даже не благодаря, а вопреки обстоятельствам. Как все лучшее происходит вопреки обстоятельствам. И поэтому Соловецкие дефиниции – это либо кладбище, как это было еще в эпоху неолита. На Соловках находится крупнейшее в Северной Европе неолитическое святилище. Либо это монастырь, либо это лагерь. Сейчас это монастырь. История вернулась на круги своя. Но сейчас устраивает то, что происходит на Соловках? Все-таки это федеральные проекты, это действительно пристальное внимание. И так, и сяко повернут, что там делать с Соловками, как быть с жителями. Деньги такие немалые туда вкладываются. То направление, которое задано, та идеология, она соответствует тому образу, той миссии Соловков? Я не могу пока разобраться в этом. То есть я вижу то, что очень хорошо. И я вижу то, что меня огорчает, настораживает. Я вообще склонен полагать, что все изменения должны происходить. Любая деятельность должна быть очень аккуратной на Соловках. Ибо все это является исторической памятью. Вот ты валун с места на место переставишь, и этот валун уже не расскажет о том, о чем он мог бы рассказать. Говорят, памятник археологии – это свидетель, который дает показания один раз. И вот все, что мы видим на Соловках, это все свидетельствует о прошлом, все несет в себе очень значимую информацию. А когда мы начинаем очень быстро и резко все модернизировать, и когда мы начинаем осваивать деньги, то, естественно, это влечет за собой какие-то очень отрицательные последствия. Но в целом оценить ситуацию я не в состоянии, хотя с Соловками связан постоянно. И хотя бы потому, что у нас там морской музей, товарищество Северного мореходства, хотя бы потому, что мы работаем, ежегодно издаем уже в течение 15 лет альманах Соловецкое море. Но вот может быть тогда остров отдать вообще монастырю? Я думаю, что все по большому счету происходит правильно, потому что хозяева там за Сима, Савати и Герман, и все управится. Все произойдет так, как должно. И вообще, вы знаете, я больше склоняюсь к тому, чтобы не то, чтобы что-то сделать, а чтобы чего-то не сделать. Не испортить. Не испортить. И вот обращаясь к этой работе, которой сейчас, видимо, придется заниматься, и которой я занимаюсь, и это естественным образом связано со всем моим образом жизни, должно быть. Потому что если это не связано со сложившимся образом жизни, то тогда это не нужно. И у меня все-таки есть смутное подозрение, что я буду заниматься тем, чем занимался всегда. Просто некий диапазон возможностей расширится. Может быть. Может быть, что-то уйдет, что-то замещается. Потому что все постоянно трансформируется и меняется. Но я предполагаю заниматься тем, что я люблю, что делаю, что делал всегда. Понимаете? Но мне вообще кажется, что ты человек совершенно аполитичный. А здесь все-таки какой-то статус. Это беседа какая-то с чиновниками, с властными структурами. Но ее придется, наверное, это осуществлять. Знаете, говорят, каждое время своих слуг поставляет. Союз писателей возникал как организация идеологическая. 80 лет назад. Отлично. Потом, по мере тех метаморфоз, которые происходили у нас в стране, он превратился в своего рода профсоюз для писателей. То есть, у кого-то юбилей, кого-то похоронить надо достойно, о ком-то вспомнить, кому-то материально помочь. И это нормально, и это правильно. И при всем том, государство оказывало материальную поддержку. Союз писателей пользовался большим авторитетом. А сейчас мы ни от кого не зависимы. Сейчас нас никто не финансирует. И поэтому мы свободны. И сейчас, возможно, начинается новый этап. И сейчас, собственно, можно заняться творчеством как таковым. А не значит ли, что свободны никому не нужны? Вы знаете, я, конечно, предполагаю пойти к губернатору, к вновь избранному мэру, в отделу культуры. Но предполагаю, что это будет поход один раз. Понимаете? То есть, удобнее было бы, удобнее не вступать в экономические отношения с государством. Как это ни парадоксально на первый взгляд. Потому что отсутствие этих отношений дает возможность свободы. А грубо говоря, кто платит, тот заказывает музыку. Но при всем том, конечно, такая важная идеологическая составляющая оформилась со временем в Союзе Писателей. И эту идеологическую основу можно назвать православно-патриотической. Но так сложилось. Кстати говоря, наша организация едва ли не единственная в России, которая не раскололась после и во время перестройки. То есть, Инель Петровна Яшиной, которая возглавляла в это время писательскую организацию, удалось сохранить единство ее рядов. И дабы не возникло раскола сейчас, вот ваш покорный слуга оказался на этом месте. Сколько сейчас членов писательской организации? Если не ошибаюсь, 55 человек. Ну и мне почему-то кажется, что не все далеко поддержат такую позицию, что хорошо бы вообще не зависеть от государства, экономически быть независимым. Да, конечно, конечно. Но я думаю, чем должен заниматься Союз Писателей? Да. Должно издавать книги. И было бы уместно, может быть, возобновить работу в той или иной форме издательства, аналогичного северо-западному книжному издательству, которое много лет занималось очень созидательной, позитивной работой. Но сейчас есть издательские возможности очень большие. Сейчас любой автор может писать не в стол. Можно в интернете опубликовать, можно книжку издать свою. На это все равно нужны деньги. На это нужны деньги. На это нужны деньги. Но вот опыт показывает, что если есть идея, если ты готов последовательно ее реализовывать, то деньги появятся. У самого Василия Матулина выпущено уже около 20 книг. Деньги находятся. Ну да. Да. Особенно мне, например, дороги стихи. Вообще стихи всю жизнь сопровождали? С детства? С детства, да. С детства. Но первые мои стихотворные опыты моей бабушки не пришлись по вкусу. А что бабушка прочитала? Она критически их воспринимала. Что-то внухи не крас, я уже не помню. А потом что-то такое очень патриотическое было. А стихи пишутся... А в подростковом возрасте это все вернулось потом. Легко пишется? Вот они льются? Это бывает по-разному. Да, это особое состояние, когда они пишутся, но их надо выстрадать. То есть это не просто так дается. Я, конечно, могу написать о чем угодно и в каком угодно объеме. Вот так вот сесть, вы мне скажете тему, и вот пока идет эта передача, я готов написать, могу написать о чем угодно. Но я не уверен, что это будут стихи, потому что настоящие все равно надо выстрадать, выносить как-то. Для меня стихи являются выходом из безвыходной ситуации. То есть, когда нет рациональных способов решения той или иной жизненной ситуации, я пытаюсь. То есть не пытаюсь, я просто сажусь за стол и пишу стихи. У меня вот сборник 1994 года. Страшно подумать, сколько лет назад. Колесо взгляда. Я никогда не буду с теми, кто не отбрасывает тени, кто чист, как белое пятно, но с черным цветом заодно. Я вижу красный цвет течет, дышу и синий цвет влечет, боюсь, зеленый цвет спасает, люблю и желтый цвет ласкает, блуждаю в сумраках пустыни, покуда небо не остынет. Я никогда не буду с теми, кто не отбрасывает тени, кто чист, как белое пятно, но с черным цветом заодно. Сейчас такое же отношение к жизни? Думаю, что да. Думаю, что мы в жизни сильно не меняемся. То есть, если изменения какие-то и происходят, то они касаются чего-то второстепенного. Я вот каким себя помню в детстве, каким вот я был в детском садике, таким я в сущности и остался. А каким таким? А я помню такой случай. Молодой человек из старшей группы, хулиган. А, кстати, какой архангельский садик? Где был расположен? 27-й, по-моему, на Володарском. Так. Подходит ко мне со своим таким вот, со своей шестеркой. И вот этот вот мальчишечка, Юркий маленький, говорит, а вот давай его побьем на меня, указывает. А тут старший-то подумал, говорит, нет, он хорошо сказки рассказывал. Так, в сущности, я всю свою жизнь рассказываю сказки, понимаете? То есть это вы же тогда... Как я рассказывал их в детском садике? В жизни-то спасает. Когда дети засыпали в пионерских лагерях, так я их рассказываю в институте, так я их рассказываю в качестве экскурсовода, так я их рассказываю в своих книгах, так я их рассказываю в своих научных статьях. Это все, по сути, дело сказки. Если к правде святой мир дорогу найти не сумеет, честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой. Но это другого рода сказки. Согласен вообще с этой формулировкой? Ой. Ну как, тоже сказки. Да, конечно, конечно. Но дело в том, что... Дело в том, что... Я, конечно, образно говорю. Не в прямом смысле, что сказки... Сказка ложь, да в ней намек. Нет. Сказка предполагает поиск истины. Сказка предполагает очень многое. Вообще литература, так скажем. Очень многое, да. И определяет поиск некого цельного мировоззрения, мироощущения, миропонимания. Это очень важно. Не поймите, что я называю сказками как некой формой идеологии или неправды те свои книжки исторические, краеведческие, которые писал. Но это... А что касается честь безумца, который навеет человечество, сон золотой, вы знаете, сейчас очень серьезная проблема прослеживается в нашей жизни. и многие истоки социальных, политических, духовных, экономических проблем, они сводятся к одной проблеме. Они сводятся к конфликту реальности и виртуальности. Понимаете? То есть сон золотой вот в контексте нашей жизни это то состояние, которое оказывается для многих людей чрезвычайно привлекательным. Вот ты сел к телевизору, пришел после работы, где крутил свою гайку, не зная, что там в результате получится у тебя. Или имея об этом смутное представление. А потом ты отдыхаешь или вообще никуда не ходишь, погружаешься в виртуальный мир, там живешь. И это очень удобно, и это очень комфортно. Действие формирует действительность. Понимаете? Реалис это значит по-латыни действительный, а виртуальный вероятный, возможный. И вот лежит молодой человек на диване, и он думает о том, что да, я могу быть великим музыкантом, великим актером, великим писателем, настоящим ученым, чемпионом мира по боксу. На следующий день я уже не могу быть чемпионом мира по боксу, на следующий день я уже не могу быть великим писателем, великим музыкантом и так далее, и так далее, и так далее. и в результате всех этих возможностей становится все меньше и меньше. Но вот человек садится у компьютера, к примеру, и он в своих мечтах реализует все свои потребности. То есть экономика становится виртуальной, понимаете? Политика становится виртуальной. А это щебато в нашей ситуации очень серьезными конфликтами. На основе чего принимаются решения политиками? На основе каких сведений? Достаточно ли они объективны? И вот это вот, понимаете, состояние, когда мы не владеем фактами, не владеем фактами, начинается с разрушения патриархального образа жизни. Вот когда ремесленник что-нибудь берет в руки, начинает делать, он представляет, какой будет у него результат. Или когда пахарь землю обрабатывает, он предполагает некий видимый результат своего действия. А когда я выполняю какую-то часть операций, и не знаю, что там на выходе, то мир в моем восприятии распадается, расчленяется, понимаете? Я прихожу к студентам, я читаю им некий курс. А потом меня уже не интересует, грубо говоря, что там будет на выходе, какие они специалисты получатся, понимаете? Или я прихожу на завод, опять же, кручу гайку. А что там на выходе? Неизвестно. И в сознании происходят очень серьезные конфликты. Простите, я увел разговор. Да, но выход какой-то есть? Или время оно лечит, покажет? Вы знаете, надо уходить от добровольного рабства. Виртуальность, нежелание действовать, это форма рабства. И ему противопоставлена может быть личность. Она, наверное, удобна? Конечно, удобна. Вы знаете, во времена салона вышел закон, запрещающий эллинам продавать себя в рабство. Это очень удобно, быть рабом. Тебе не надо служить в армии, не надо налоги платить. За тебя все сделают. Недавно, туда же в продолжение темы, в Архангельском отделении союза журналистов России состоялся как раз круглый стол на тему подведения итогов проведения года литературы в Архангельской области и читаю полностью название «Формирование художественного образовательного информационного пространства Архангельской области». Но тоже, в принципе, о том, что мы говорим. А вот если я вернуться к формированию вот этого культурного пространства, его кто делает-то? Его формирует-то кто? Его свыше там должны, да? Вот нам показали вот так и так. Или же формирование, видимо, культурного пространства – это процесс стихийный. Но если у нас 70% общества сидит в виртуальном пространстве, они занимаются деланием. Выкристаллизовывается. Вот сейчас такое время, по-моему, когда люди, каждый идет своим путем, все обособлены, общество атомизировано, понимаете? И каждый ищет что-то в своем направлении идет, интуитивно действует. И вдруг окажется в один прекрасный момент, что все приходят к одному и тому же результату. То есть все вспоминают, все возвращаются к традициям, возвращаются к неким истокам. И вот из этого формируется уже некое общее представление о ценностях. И вот на основе этих ценностных представлений, эти процессы подспудно происходят в обществе, формируется уже и культурное пространство. А что касается семинара, который Владимир Яковлевич организовал и замечательно провел, то там вставал вопрос о необходимости сотрудничества различных творческих организаций. Конечно, безусловно. Это очень важно. Это очень важно, чтобы и союз писателей, и союз журналистов, и союз художников, и другие творческие организации, эти молодежные литературные объединения, действовали синергийно, совместно. Пусть там будут свои полюса, пусть там будут свои мнения, но это будет жизнь. Потому что для творческого человека наличие среды, в которой он возрастает, чрезвычайно важно. Мы сейчас перескакиваем, конечно, с темы на тему, наверное, может показаться нашим зрителям. Но вот мне кажется, что мы все-таки об одном говорим, как бы мы там кругами не ходили вокруг. Конечно, как говорил Бабель, есть такое высказывание у одного из его героев, «Таинственная кривая» или «Инская приводка». Мы вот такой вот «Таинственной кривой» ходим, да. Но вот сказали, что каждый все-таки идет своим путем, надеясь, что нас все-таки выведет к какому-то одному в поисках этого смысла. Все равно мы все ищем какой-то, наверное, смысл. А вот и функция интеллигенции, которая у нас всегда вроде была, а сейчас понятие самой интеллигенции, оно какой-то исчез пиетет, уважение к этой общественной группе. А ведь вот она же формирует общественное мнение, сознание, да, мне так кажется. Влияет на думающие, мыслящие слои общества. А она тоже растворилась. Ее тоже практически нет. Я, безусловно, могу назвать Василия Николаевича Матонина интеллигентом. Нашим северным интеллигентом. Ну, русским северным не буду, но так уж. Потому что хочется, что он местный. Вы знаете, слово «интеллигент» звучит как звание. Понимаете, звание, которое нужно заслужить. И то, что в массовом сознании это слово приобрело некий иронический смысл. Или даже негативный, ни о чем не говорит. Потому что массы ничего не решают. Все решают личности. Вокруг личностей структуризуется культурное пространство. Понимаете? А интеллигенция, русская, имела такое свойство. Во-первых, это были бессеребренники. Во-вторых, это были люди, которые и есть люди, которые всегда в чем-то оппозицион. Понимаете? Почему? Да потому что любое движение мысли предполагает отрицание того, что уже оформилось как некие догмы, понимаете, в обществе. И поэтому любая попытка дискутивного мышления, она уже вызывает некую настороженность со стороны властей. Но это не надо понимать как что-то плохое, негативное. Да, 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 конечно. Потому что... Именно вот это как-то развивает. Движение вперед, оно всегда подразумевает некое... Подразумевает то, что нечто остается сзади. У меня вот к этой личности, Василию Николаевичу Матонину, несколько будет вопросов таких коротких. Вы же еще и путешественник. Вот какими далями болеете сегодня? Вы знаете, у меня сейчас есть очень большой материал, который я считаю своим долгом как-то опубликовать, ввести в оборот. Есть записки путешествия по пути Семена Дежнева, мы прошли, реконструированы, кучи. По Атлантическому океану ходил. А куда бы хотелось пойти? У нас есть свой корабль сейчас. У кого у вас? У нас товарищество Северного мореходства. Этот корабль называется Святой Петр. Он открывает нам некие возможности. И вот в этом году, этим летом, мы предполагаем пойти по промысловым точкам Белого моря, горло Белого моря. Хотели бы сходить на Вайгач, если у нас такая давняя мечта. Но это экспедиционное судно. И поэтому масштаб судна и его мореходные возможности определяют и перспективы. Я попрошу прочитать любимое стихотворение, не знаю, свое или еще кого-то. А вот пока вспоминаете, я прочитаю стихотворение Василия Матонина из сборника «Считанные дни». «Страдать, конечно, да. Страдание лечит. Любить, а кто бы спорил, да, любить. Нести свой крест, вздохнуть, расправить плечи. И нет вопроса, быть или не быть. Смотрю в себя, задумавшись о бренном или о вечном, сам не разберу. Строится космос под обухшим веном. Сочится дождь и сохнет на ветру». Ну а теперь Ваше слово. «Что ни день у меня, то осень. Что ни осень, то ночь глухая. И дорога, как цифра в восемь. Ни конца у нее, ни края. Вспоминая о том, что было. Тех, кто рядом, в упор не вижу. Нас дождями к земле прибило, Чтобы ближнему стали ближе». Это из последнего. И еще, может быть, Мне трудно говорить о любимом, Потому что трудно оценивать то, что написано. «Горизонт из черных елей делит мир напополам. Хорошо, что мы успели, и земля досталась нам. В синем небе дышит пламя, Догорает белый свет. Скоро ночь придет за нами, Но ни нас, ни дома нет. Есть огромная планета И бескрайний горизонт, Где однажды будет лето, Если людям повезет». Спасибо, спасибо, Василий Николаевич. Спасибо. Наш сегодняшний гость – Василий Матонин, поэт, Председатель Архангельского отделения Союза писателей России, Кандидат исторических наук, Доцентр Северного Арктического Федерального университета. Философ. «Без надежды, надеюсь», Говорил Соловецкий историк И философ Морозов Сергей Васильевич. Вслед за ним вторим и мы. Вот такие дела. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова